Зима решила взять свое и начала нас просто катастрофически заливать. Капец, вот до сюда была вода. Волнами разломала фирс. Привет, ребят! У меня тут незапланированное видео. Я планировала в следующем выпустить совсем другое видео. У нас тут в Измире, да и вообще в Турции, на всем побережье ночью случился какой-то апокалипсис. Сейчас вроде все успокоилось. Пойду посмотрю, что там на набережной. Вставлю кадры из съемок других людей, кто все это снимал. Но это было что-то с чем-то. Сейчас все расскажу, покажу. У нас здесь в Коршьяка практически всегда спокойно. У нас не достают здесь ураганы, не достают здесь... У нас не бывает здесь селий. Очень хорошая ливневка сделана. Но в Измире все было далеко не так. Вроде ветер стих даже на набережной спокойно. У нас после очень теплой-теплой осени, когда мы до середины ноября ходили в футболках, зима решила взять свое. Ой, надо быстренько успеть перейти на зеленый. Зима решила взять свое. Так вот, зима решила взять свое. И начала нас просто катастрофически заливать. Вот уже какую неделю идут дожди. И это даже сложно назвать дождями. Это какие-то всемирные потопы, когда вода просто везде. И вот сегодня ночью, собственно, и случилось такое же. Вчера днем и сегодня ночь. Море у нас еще чуть-чуть бушует. Это вообще, ну, как бы, вот это минимум того, что осталось. Это минимальные последствия. Смотрите, что сейчас в Алсанджаке. Сейчас прям покажу. Вот, все это откачали. На дороге сегодня ночью плавали машины, к сожалению. Сейчас покажу видео вам. Тоже со съемки с вечерней. Вот до той части моря доходило. Но был ужас, конечно. Видите, вот оно перехлестывает. Это не сильные волны. Это так. Почему так адски затапливает из мира вообще, да? Почему? Просто дело в том, что фактически, если смотреть на старые карты из мира, то сейчас я иду, ребят, по морю. Море доходило. Вот там вот особнячок. Сейчас покажу вам его. Вон, видите тот особняк? Этот особняк раньше стоял на берегу моря. Да, море доходило до той части. Я не помню, я могу ошибаться, но, по-моему, то ли в 50-х, то ли в 60-х годах набережную отсыпали. Насыпали здесь грунт. И построили дорогу, построили здесь набережную. То есть это фактически все насыпной грунт. Ну и, соответственно, когда бушует шторм, когда повышается уровень воды в море, а в шторма так всегда, то есть на морском берегу это нормальное явление, этому не стоит удивляться, вот, естественно, море уже нужно куда-то выходить. А оно получается заперто, вот в эти вот каменные берега. И, естественно, море начинает выходить за пределы за пределы вот этих вот ограждений и разливается здесь по всему району. К сожалению, это так. Сегодня воскресенье. На набережной вообще практически никого нет, хотя обычно выходной день. Здесь очень много людей. Вон мусорный бак перевернуло, видимо, тоже ветром. Видите, как море бьется, и откатывается назад от вот этих вот каменных берегов. Безумненькая. Главное, чтобы не окатило меня здесь водой. Зимой для Турции, в принципе, нормальная ситуация, когда очень сильные шторма, потому что мы живем здесь возле моря. В Анталии очень часто бывают очень большие волны, и там затапливает район Коньялты. В Муле был сегодня смерч. Стамбул тоже очень сильно пострадал от проливных дождей. Тоже был очень сильный потоп. В Измире, в центре города, в Алсанчаке, в Мави-Шехире, в самом престижном нашем районе города, тоже затопило. Я вижу, это не первый раз. Так бывает, конечно, не каждую зиму. Так бывает периодически. В прошлой зимой было очень мало дождей, соответственно, не было никаких потопов. Позапрошлой зимой были. Но этой зимой, соответственно, мы видим вот такую вот историю. Надеюсь, она больше не повторится, потому что это очень, конечно, колоссальный ущерб. Во-первых, были затоплены первые этажи зданий. В центре города, насколько я знаю, было отключено электричество, потому что пострадали коммуникации. Пострадало очень много автомобилей, потому что были затоплены подземные парковки. Очень много. Урон, конечно, колоссальный. Ну, кто в этом виноват, естественно. Я думаю, что все-таки виноваты в этом люди, потому что вот такая вот застройка, это и есть хорошо. Все-таки со стихией шутки плохие. Видимо, пушует море. Может кто-то скажет, что это ерунда. Ерунда, потому что это залив. Это залив, а не открытое море. Это фактически большое озеро. Если вы посмотрите на открытое море, на Эгейское, то там, конечно, сейчас происходит настоящая хортина. Настоящее, что ветер сдувает. Желающих прогуляться сегодня, конечно, очень конкретно очень мало, потому что реально дубок, реально очень холодно. Плюс 10 сейчас показывает вроде как мой телефон, но для ветреной погоды раз, и для высокой влажности это очень холодно. Плюс 10 градусов, у меня руки мерзнут, я уже застегнулась. Но я могу сказать, что в этой безумной погоде есть, конечно, что-то очень красивое и завораживающее. И еще так отчетливо виден противоположный берег. Город как будто бы умылся. Я знаю, что в комментариях сейчас обязательно появятся любители всемирного заговора и технологического оружия, или как это все называется. Но я могу сказать, что здесь всегда все было. И, допустим, муж рассказывал, и свекровь помнит, когда она была в юном возрасте, как подтапливала город. Ну, соответственно, ребят, да, как бы, ну, че смеяться. Это природа, и просто раньше было у нас меньше социальных сетей, и раньше мы меньше об этом знали. Ну, а теперь все это видим. Там у нас как-то было в моем районе поспокойнее, а здесь прям ветер ого-го. Кстати, обратите внимание, в море, в заливе нет ни одного парома. Грузовые корабли тоже встали. Паромное сообщение... Ой, отменено! Такое время всегда отменяют паромное сообщение, потому что это просто небезопасно. О, походу, дело волнами разломала фирс. Видите, что? Хотела туда пройти, о, но точно нет. Смотрите, с чего... Ой-ой-ой! Вон все рейки выломала. У таких ливней есть единственный плюс в том, что он наполнит наше водоохранение. Помните, я вам говорила, что нам нужны... Ой, боже, какой ты красивый! Что ты плачешь? Что ты плачешь? Ты жалуешься на погоду, маленький! Ой, у меня нет ничего. Вот. И, как я говорила, нам нужны дожди для того, чтобы заполнить водохранилище морской водой... Ой, пресной водой, прошу прощения. Ох! Вот так было по... фактически всему побережью. Видите, что вот здесь вот потоп. Народ ходит в сапогах, машины в воде. Вот. И... Видимо, здесь воду откачивают. Здесь вот дом готовят к сносу. Сейчас покажу вам. О, как! Это рыба была. Смотрите, что там. Смотрите, как затопило. Я думаю, что первый... Ох! И это же, ребят, морская вода. Ой, мама, меня сейчас затопит нафиг! Ой! Я спаслась вот на этой штуке. От машины была эта... Волна пошла. Видите, что? Я не знаю. Там, наверное, и первые этажи у домов затопило. Это же, ребят, морская вода. Для машин это очень вредно. Видите, как машина стоит. Блин, жесть! Ну, конечно, пытаться вот так вот прогнать воду это очень тяжело. Я приняла решение двигаться в сторону дома, потому что от ветра у меня уже сейчас начинает болеть голова от сильного ветра. Вот, ну, приятного мало на самом деле. Зима. Зима в Измире такая. Либо солнечно и офигенно тепло, либо вот либо вот так здесь там тоже воду откачивают, и вот там воду откачивают. Жизнь возле моря, она такая. Причем в городе, да, в Корщияке достаточно неплохо работают ливневки у нас вот в этой части, но все равно, все равно, ой, мам, дорогая, ой, бог! Я вам скажу, мы, походу, дело очень везучие, мы в нашей части района, потому что это тоже Корщияка, и вот здесь вот то, что мы видим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вода прям стоит. Я уже собиралась идти домой, и мне пишет муж, говорит, слушай, говорит, а ваш офис-то тоже пострадал? И я до него не дошла, я что-то даже не подумала, если честно. Сейчас, сейчас пойду, пройдусь, и надо, видимо, тогда коллегам, что ли, написать собственницы нашей хозяйки офиса. Ой, видите, как мужчина, видимо, из дома он выходил вот так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, видите? Ой-ой-ой. Это, видимо, у кого-то из квартиры. Жесть. Вот огромный минус жизни на входном этаже, в том, что тебя может вот так вот просто затопить, и ты будешь выскребать, блин, оттуда воду. Ой-ой. Не пугайтесь, нас тут, это просто дома перестраивает, но твою ж мать. Блин, реально, вот представьте себе, да, то есть, как бы, ну, это здание под снос, под реновацию. Я сейчас на подходе к нашему офису, и, ребят, если честно, даже жутковато. Там машина стоит. Как у нас там дела, я даже не знаю. Блин, я не думала, что будет так. Капец, вот, вот сюда была вода, вычерпываю сейчас. Сказать, что я в шоке. Ничего не сказать. Сейчас там работает, естественно, спецслужба, откачивают воду. Хотела помочь, помогла там немножко вынести какие-то документы с папочки. Вот, но особо делать там нечего, потому что там вообще больше делать нечего, потому что не восстановить, наверное. В общем, мы так радовались, я так радовалась, что наша компания переехала в такой крутой офис, а теперь будем переезжать. Видимо, снова, потому что, что называется, не надо селиться на нижних этажах возле моря. Вот, что я могу сказать, печально, печально, очень сильно печально. Так и оставят офис. Вот, вынесли все самое ценное, как бы документы, технику, все это вынесли, естественно, это все не оставляется, не оставляется там. Ну, а офис так и оставят, что поделать. Ну, что я могу сказать, ребят, это ужасно все. Как бы ничего не поделать, остается только как бы переезжать. конечно, тем, кто живет вот на таких вот минус первых этажах, вот это атище. Конечно, ущерб огромный, невероятно, и как бы это стихия. К сожалению, с этим ничего не поделаешь. Главное, что никто не погиб здесь, вот в этом плане, без жертв. Да, неприятно, но какие-то имущества, его можно восстановить, его можно купить заново. Главное, что без жертв обходится. Ну, никто не ожидал, конечно, что так будет. Причем, каждый раз, когда вот такое происходит, никто не ожидает, но это не единичный случай. Ужасно. В общем, это море, вот все это наделало море. Ладно, ребят, давайте, до новых встреч. Я просто даже не знаю, что больше рассказывать. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok